Всем салют! Сегодня вы на канале Клиник Арт. Мы смотрим Ford Kuga. Это Kuga 2014 года с мотором 2.5 на автомате. Пробег 70000. Один владелец. Есть, соответственно, сервисная история. Стекла у нас промаркированы против угона ВИН-номером. Стоимость данного автомобиля 845 тысяч рублей составляет. Могу показать ценничек. Это передний привод. И если рассматривать в данном бюджете кроссоверы, в бюджете 800, ну вот 800 с небольшим, то есть 850, то как таковых явных конкурентов у Kuga на наш взгляд нет. Более-менее беспроблемная машина. Если на момент здесь стоит коробка GM-овская, не буду говорить про нее ничего плохого, но она с нюансами. Также про данный автомобиль можно сказать, что у него не самый большой багажник и не самый просторный салон. Но клиренс этого автомобиля позволяет его эксплуатировать не просто в городе, но и съезжать, так скажем, за город. По комплектации данный автомобиль имеет подогрев лобового стекла, подогрев заднего стекла, климат-контроль, кнопку старт-стоп, стандартная мультимедиа, знакомая нам уже по третьему фокусу, штатный датчик объема, кресло с тканевой обивкой, мультируль, четыре электростеклоподъемника, имеются трещины на лобовом стекле. Стекла родные, все стекла с маркировкой. В нашем случае у автомобиля передний привод, поэтому столкнувшись с информацией по поводу мухты, по поводу Haldex и всего подобного, покупателям именно этого варианта не придется. Независимая подвеска по своей конструкции, она похожа на подвеску Ford Focus, но они не взаимозаменяемы. По салону автомобиль в своем классе не самый, так скажем, просторный, особенно для задних пассажиров, и не самый просторный у автомобиля багажник, но три колеса от него же сюда помещаются. Колеса на литых дисках. По кузову на данном автомобиле заявлен окрас переднего бампера, даже не окрас, а замену, но он стоит оригинальный. Здесь есть очки Ford, бампер был заменен на дилере. Вот здесь вот, кстати, Ford не четко видно на крыле. Не совсем ровно стоит. Зазор, сказать более, совсем неровно стоит. Зазор между дверью и крылом. Стоит дополнительный замок капота. Оригинальные фары. Фары обычные, галогеновые. Зимняя резина на штамповках. Задний полукруг у нас затонирован. Приятная, приятная машина такая. Не сказать, что она заезженная. Нас немножко смутили. В моменты того, что скручивались болты крепления крышки багажника, поэтому сейчас проводится более полный осмотр задней части автомобиля с целью уявления каких-то дефектов. Ваня, подскажи, сколько вариантов в ходе этого поиска ты посмотрел? Это все заняло ровно один день. Я смотрел два Тегуана, один АХ-35 и вот эту четверку Тегуана. Два Тегуана, АХ-35 и Куга. Собственно говоря, чем отпугнул Тегуан? Во-первых, оба были битые и оба были сдохлыми моторами. Причем пробег был на обоих. Одном 80, другом 130. Ну, про Х-35, я думаю, мы не будем ничего говорить. Да, но там цвет не понравился, так машина хорошая. Машина хорошая, но цвет не понравился. Пускай будет так. И, собственно говоря, таким образом поиски привели Ивана именно к Куге. Четыре колеса помещаются в багажник. Теперь мы отдираем все резинки. Точнее, снимаем. Теперь мы снимаем все резинки, чтобы посмотреть точную сварку и наличие шторок безопасности. Вот такая вот Куга. Скольчики на капоте. Есть сколы по бамперу незначительные. Фары слегка помутнели, но опять же только слегка. Закроется ли крышка багажника с четырьмя колесами. Было принято решение, невзирая на некоторые нюансы, все-таки приобретать данный автомобиль. Ну, наверное, настало время прощаться. Подписывайтесь на нашу аккаунту в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграм. Ссылочки будут в описании. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале. Мы обязательно прислушаемся и попробуем снять. Также хочу вам сказать, что у нас в группе ВКонтакте проводится сбор средств для автомобиля за сотку. Можете перейти по ссылке в описании, посмотреть на данный проект. Если он покажется вам интересным, а мне кажется, это действительно интересный проект, то обязательно участвуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!